Идя по улицам города, мы редко внимательно смотрим по странам. Ну только если мы не турист или не на прогулке. А так утром на работу, вечером с работы. А на самом деле, казалось бы, знакомая улица может таить себе настоящий шедевр. Или маленькую, но яркую деталь быта старого Петербурга. Крывет Дмитрий Гусаров открывает нам один из секретов, которые знает далеко не каждый петербуржец. Этот фонтан в Воронихевском сквере – след той эпохи, когда Петербург был конным, а не автомобильным. Это на самом деле фонтан, но считает в себе изначально две функции. Фонтан и фонтан-поилка для лошадей, для собак, которые располагались на Царскосельской дороге. Сюда он перенесен был в 1935 году по указанию главного архитектора города Львана Александровича Ильина. Вот так и получается. Вроде обычная поилка для лошадей. Только за авторством Тома де Томона, архитектора, подарившего Петербургу один из самых знаменитых открыточных видов – стрелку Васильевского острова. И, по сути, старейший фонтан Петербурга. А другие частички конной эпохи можно найти, внимательно присмотревшись к углам и аркам домов. Как это называется? Колеса-отбивная тумба. Ну, такой более официальный термин. Это сооружение свойственно всей европейской цивилизации. Вы увидите его в любом европейском городе, которым использовалась когда-либо гужевая сила. Для чего она служила? Ну, чтобы экипажи, заезжавшие во двор, не оббивали углы здания. А можно встретить и совсем уж уникальные экземпляры. Вот, например, в одном из дворов на Вознесенском проспекте роль колеса-отбойной тумбы выполняют по всей видимости еще в 19 веке списанный, но все же настоящий пушечный ствол. Кстати, у тех, кто находил во дворах вот такие ворота, сразу возникал вопрос. Что там? Что раньше скрывалось за этими дверями? И что скрывается теперь? О том, что было раньше, мы расспросили краеведа Ольгу Шурыгину. Оказалось, гаражи для первых петербургских автомобилей. Конкретно этот в доходном доме Болинского еще и был совмещен с двухкомнатной квартирой для шофера. В 1910-х годах автомобилизм уже достиг такого уровня, что гаражи были просто необходимы. Автомобиль хранить на улицах Петербурга было нельзя. Это запрещалось. Он всегда должен был храниться именно в гараже. Поэтому это было явление распространенное, даже сказать, обыденное для 1990-х годов. Сегодня эти гаражи арендуют уже под современный транспорт или превращают в вешенобильные рестораны, сохраняя весь колорит. Например, как этот еще каретный гараж в самом центре Петербурга. Непосредственно здесь это и было место отдыха лошадей, где их подковывали, где они отдыхали. А здесь были экипажи, здесь хранились кареты, потому что во время пути, ну, мало ли, какие-то поломки, что-то ремонтировали. Мы восстановили то, что нам досталось и то, что осталось. Так, как вот вы сейчас это видите, конечно, используя исторические архивы, и справки, и документы, и чертежи, и рисунки. Но вот вдали от туристических маршрутов можно встретить совершенно уникальные шедевры, порой незаслуженно забытые. Большую зеленину улицу уж никак не назовешь самой популярной у туристов. Но и она хранит свой маленький секрет, маленький шедевр. Вот, например, дом номер 28, мозаика на Фризе. На самом деле, мало кто знает, что она родственник легендарной мозаики Спаса на Крови. Все это произведения известной мастерской Фроловых. С середины 19 века их мозаика славилась по всей стране. А это непримечательное здание на Большом проспекте Васильевского острова, непримечательное только на первый взгляд. Когда купили этот участок в 88 году, по проекту архитектора Богданова была построена мастерская. Вот эта надпись и говорит о том, где первоначально была мастерская Фроловых. Вот здесь. Историк искусства Владимир Фролов, потомок знаменитой династии, рассказывает, что в этом дворе был, говоря современным языком, шоурум – выставка образцов работ легендарной мастерской. Вот только этот адрес знают лишь специалисты-искусствоведы. Хотя мозаика здесь поистине бесценна. На толстый слой стекла вводился тончайший кусочек золотой фольги. И покрывался тонким слоем другого стекла. И вот так вот набирался фон. В частности, такие золотые фоны в основном использовались для религиозных сюжетов. Мозаика спас, на крови, пожалуйста. То есть вот одна эта мозаика в глубине творов скрывает целую историю нашего искусства? Безусловно, скрывает. Но если назначение декоративных элементов можно угадать сразу и безошибочно, то некоторые детали быта Старого Петербурга ставят в тупик, как бы предлагая догадаться, для чего раньше они предназначались. Вот как, например, эта каменная ниша в одном из домов на Синопской набережной. Внимание, вопрос. Для чего она служила? А теперь правильный ответ. В арках петербургских доходных домов было очень темно. И вот как эту проблему решали в 19 веке. Здесь, в этих специальных каменных нишах, горели масляные фонари. Шло время. Фонари постепенно заменялись на фонари других типов. А с наступлением электрической эры фонари и вовсе исчезли. А ниши остались. И такие интересные факты Петербург открывает нам постоянно. Вот, например, роль ставни или рулонные ставни. Казалось бы, типичная примета Петербурга начала 21 века. Но на самом деле это Петербург начала 20 века. Вот этим рулонным ставням особняка Башкировых на Кирилловской улице уже 113 лет. Даже на табличке можно назвать название фабрики, где их когда-то заказали. А вот редчайший, можно сказать, уникальный элемент Старого Петербурга – дореволюционная адресная табличка. И уже видно, что можно было узнать по ней не только номер дома, но еще и фамилию владельца. А загадочная строка «Литейная часть» указывает на то, что 100 лет назад город делился не на 18 районов, как сейчас, а на 19 частей и участков. Правда, размером поменьше. Еще у некоторых парадных можно заметить такие странные металлические конструкции. Оказывается, называются они по-французски воздушно – «декротуар». Правда, назначение у них вполне земное. Он был изобретен еще в 18 веке для того, чтобы очищать уличную обувь, прежде чем зайти домой. Принцип – просто ты ставишь обувь и чистишь от глины. Я бы подумал, что это декоративный элемент на самом деле. Но позже, когда они стали модные, уже в 19 веке, их стали украшать и делать изысканными. И эти маленькие частички бытовой культуры – прямое отражение Петербурга прошлых веков. Да, они утратили свое прежнее значение. Но так же, как и мы сейчас вглядываемся в детали исторического Петербурга, точно так же петербуржцы 22 века будут задаваться вопросами. А для чего нужны были эти коробки? Эти устройства и эти странные провода на фоне петербургского неба. Антон Цуман. Пульс города.